Здравствуйте! Сегодня в программе Экзотика. Аэросани Амфибия. Едем, отталкиваясь от воздуха. Идея ездить, отталкиваясь от воздуха, появилась примерно тогда же, когда и появились первые самолеты. Аэромобили и аэросани имели свои достоинства, но и свои недостатки. Один из них – невозможность передвигаться по пересеченной местности и плавать. Лишь недавно аэросани получили приставку «Амфибия». Революционирование идеи шло долгим и тернистым путем. Историей ради отметим, что идею стать ветром авиаторы пытались реализовывать даже на дороге. Однако идея аэромобиля оказалась утопической. Минусов куда больше, чем плюсов. Запустить в город десятки тысяч ветров? Ну или даже несколько десятков? Затеи сомнительные. А вот на бескрайних просторах тундры аэросани нашли себя. Молодой Туполев вместе с Текорским еще до революции начали заниматься аэросанями. А после торжества исторического материализма, конструкторское бюро молодого Туполева реализовало эксперимент в Севере. Концепция начала века пережила первые пробеги, комсомольское нашествие в Арктику в 30-е, что запечатлено в фильме «Семеро смелых» и даже застало Вторую мировую. Но во время боевых действий стали до конца очевидны недостатки. Огромный расход топлива, сложности с преодолением препятствий, боязни открытой воды. И это не говоря уже о горючести и невозможности нести броню. КПД воздушного двигателя в этих условиях не превышает 40%, и каждый килограмм веса машины имеет значение. Следующий шаг – идея скрестить плоскодонную лодку. Воздушный винт и рули уже был предпринят много позже окончания войны. Над такими лодками работал и туполев. А с другой стороны, самопальные аэроамфибии уже вовсю начали строить волжские рыбаки. Идея аэросаней родилась у нас в 99-м году. Однажды, выезжая весной на рыбалку, мы провалились на своем шестиколесном дизельном вездеходе, в 10-местном, посередине Волги. В тот момент, когда мы с трудом его пытались вытащить на рыхлый лед, мимо нас проехала такая убогая судьеночка в виде аэросаней, с мотоциклетным двигателем, с деревянным корпусом. И в тот момент пришла как раз идея, хватит нам проваливаться, надо сделать такое судно, которое бы, или средство передвижения, которое бы могло двигаться по снегу, льду, воде, переходить из одной среды в другую. И вот в тех пор мы начали постепенно изучать этот вид техники. И пришли к той мысли, что наиболее рационально будет сделать аэросани с плоским днищем, с приводом от винта, для того, чтобы свободно можно было двигаться по любой поверхности. Они прошли через фанерные корпуса и мотоциклетные моторы, пока не пришли путем проб и ошибок к нынешней конфигурации. Автомобильный мотор, пластиковый монокоп-корпус и изюминка конструкции. Двойное мягкое адаптивное днище, на которое у саратовцев есть даже патент. Значит, что оно из себя представляет? Это пластиковый корпус. Под пластиковым корпусом находятся 10 пневмобаллонов низкого давления, расположенных от носовой до кормовой части. И, в свою очередь, эти баллоны закрыты полиэтиленом низкого давления с некоторыми присадками. А полиэтиленовое днище закреплено на мягкой подвеске в виде троса к бортам аэросаней. Что получается? Значит, при ударах и наездах на какие-то либо препятствия на поверхности, первое, эти удары воспринимает полиэтилен, затем, значит, баллоны, и только потом эти удары передаются на сам корпус пластиковый. За счет этого получается ход относительно мягкий, судно непотопляемое, и позволяет передвигаться как раз-таки вот по тем средам, о которых я уже говорил, это снег, лед, вода, можем подниматься на склоны с углом даже более 30 градусов, свободно на них разворачиваться, сваливаться, скатываться с ним, развивать относительно так приличную скорость на пересеченной местности. Но если к идее Монокока пришли быстро, адаптивное днище тоже стало безальтернативным, то вот выбор мотора был самым долгим. Остановились на оппозитниках «Субару» – 4-х и 6-ти цилиндровых. Фирма, которая его упускает, вообще говоря, является авиационно-космической фирмой. Автомобиль у нее, как сказать, побочный продукт. И поэтому весовая культура проектирования двигателя у них весьма высока. Скажем, «Субаровский» двигатель в 2008 году был призван лучшим в своем литраже, 2,5 литра. Скажем, вес нашего москвичевского двигателя при мощности 72 силы – 125 кг без всего. А 160-сильная «Субара» вместе с редуктором в полном оснащении – 128 кг на 160 лошадей. Естественно, это параметр приличного авиационного мотора. Поэтому и надежность, и мощность – это как раз то, что требуется для «Аэрсании». Но японские мозги, рассчитанные на работу в автомобиле, оказались абсолютно непригодны. Ведь современный мотор получает информацию даже от коробки передач. А тут-то всего этого нет. Пришлось программное обеспечение разрабатывать заново. А вот к 4-цилиндровому мотору подошли мозги от заволжского впрыльского двигателя. Каждый мотор и, разумеется, вся электроника проходит обязательное тестирование с применением телеметрии. «Аэрсании патруль» мы снимали в 2004 году. Тогда мы только познакомились с этой техникой. О ней появилась первая информация. Нам было любопытно. Мы приехали в Саратов. И мы увидели лодку, которая концептуально по сравнению с этой была такой же. Но в ней был еще жив дух самоделки. Был жив дух эксперимента и поиска. Сейчас же лодка оставляет ощущение стопроцентно промышленного, пусть и мелкосерийного образца. И дело не только в том, что появились двери, а создатели окончательно остановились с выбором мотора. Как в настоящем товаре, в промышленном образце, здесь стало куда больше внимания к деталям. И деталям приятным. Лодка по-прежнему управляется минимальным набором инструментов. Автомобильный руль, педаль газа и, пожалуй, все. Но появились приятные мелочи. Вроде стационарного переговорного устройства для членов экипажа. Как минимум для двух из них. Для пилота и переднего пассажира. А во-вторых, это, наверное, куда более важно. Вот эти самые двери позволили сделать салон по-настоящему теплым. И помимо штатного отопителя, сюда можно поставить еще два автономника. Один для двигателя и другой для салона. То есть в этой лодке теперь можно ночевать. Даже на льду. У нас за спиной 210-сильный шестицилиндровый оппозитник Subaru. Так что ключ на старт. Между прочим, мы взяли с собой прибор GPS. Максимальную скорость на лодке в этой конфигурации еще не замеряли. Так что можно считать нашу поездку еще лесообразным испытанием. Конечно, в лоб брать подъемы на патруле невозможно. Но если скользить по горочке, то можно въехать на довольно крутое скло в диагонали. Причем удивительно, насколько лодка, плоскодонная лодка, цепляется за грунт и умудряется на нем удерживаться. Но на самом деле косогоры – это больное место аэросании. Конечно, плоское днище подходит для езды по пересеченке лучше, чем лыжи. Но есть еще одна проблема – это невысокий КПД винта. И его приходится компенсировать мощностью мотора. Мощность аэросании должна быть достаточно велика. Во всяком случае, соотношение 3,5 килограмма веса аэросании на килограмм тяги – это предел. Дальше она вверх уже не поедет машина. То есть это будет машина, которая двигается по горизонтали. Но малейший подъем для нее будет последним. То есть мы вынуждены были увеличить энергоемкость нашей машины, энергооснащенность, вернее сказать, до фактически самолетной, хорошего пилотажного самолета. А в таком случае она едет на подъем до 30 градусов совершенно свободно. И водитель уже ничем не озаботится. На склоне держится за счет большой площади рулей. То есть так называемые перегрездные связи. То есть просто даешь руля и включаешь обдув рулей. И машина вполне прилично держится на склоне. И тоже никаких проблем с управляемостью нет. То есть нужно просто научиться водить. Обратной стороной медали расход топлива – 20 литров в час. По автомобильным меркам это запредельно. Однако люди, владеющие катерами, скажут, что это приемлемо. Разумеется, если идти по ровной поверхности в среднем режиме, то расход будет меньше. А в остальном что-то очень похоже на езду по пустыне на машине. Нужно максимальный газ давать при въезде на склон, а потом на перевальчике резко его сбрасывать, чтобы не ухнуться. Потому что патрулю категорически противопоказаны прыжки. Кроме того, нужно внимательно смотреть, что находится под снегом. Железобетонные конструкции, камни, деревья. Это все то, что подобные лодки очень и очень не любят. Кстати, к вопросу о деревьях. Хотелось сказать, выросли эти деревья, как из-под земли. А откуда же им еще расти? Хорошо, что самое большое и толстое оказалось совершенно гнилое. А вот у меня был вывернутый руль. Полный газ. Почему она ехала прямо вниз все равно? Ну, потому что, во-первых, здесь едете вниз, она идет. Ну, по дукову, да. Но все равно. По дукову уже скорость набрала. Ну, насчет полного газа, наверное, он был не полный. Не полный? Да, надо было рывок сделать, потому что уже скорость была набрана. Надо было газануть, чтобы ее толчком развернул. Даже, может быть, сбросить и газануть. Тогда в строй газа ее корму как разобрать. А так она как корова. Ну, хитрость, хитрость. Как корова, пошла вперед. А я тормоз ищу, главное, я в пустоту бью ногой и ищу тормоз уже в конце. Не, ну, когда деревья уже валить начали, уже все, уже. Я уже ищу тормоз. Пытаюсь замку загугания, пробраться, заглушить. СМЕХ СМЕХ Надо помнить, что здесь нет педали тормоза. Мы это уже выяснили. А поэтому со скоростью нужно быть очень и очень осторожным. Особенно там, где много препятствий. Работать газом нужно просто филигранно. Поскольку предсказать скольжение лодки довольно тяжело. Это нужно чувствовать на интуитивном уровне. И вот это именно то, чего тогда мне так и не хватило в тех самых лесопосадках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин